Это Первогородское. Здравствуйте! В эфире проект интервью дня. Меня зовут Наталья Болдинская. Переименование улиц. Тема актуальная на сегодня, особенно для Кривого Рога, где пока еще не переименовали ни одной улицы. Процесс в самом разгаре. Говорить о том, какие названия могут получить Криворожские улицы, а также о многом другом, будем сегодня с главой Долгинцевского райсовета Игорем Ратиновым. Здравствуйте! Добрый вечер! Начнем все-таки мы с улиц. Буквально недавно было заседание райсовета, где обсуждали этот вопрос. Расскажите, к чему пришли, какие самые громкие будут переименования и много ли улиц вообще планируют переименовать в Долгинцевском районе? В Долгинском районе планируется переименовать 40 улиц. Общественные слушания проходили сегодня у нас в здании исполкома. В принципе, считаю, благодарен тем людям, которые пришли, жители нашего района, небезразличные жители нашего города, которые принимали участие, имели возможность голоса. Были несколько горячих обсуждений, но в целом я благодарен всем за ту работу, которую мы сделали. Одни из самых горячих выступили жители Восточного-1 по переименованию Бульвара Кирова. Фактически оставить это название, но назвать в честь сержанта Кирова, который во время мировой войны прикрыл собой своих сослуживцев. И люди настоятельно очень хотели и принятием решением 150 голосов назвать его в честь сержанта Кирова. Это был один из самых громких вопросов, и он был первый. И еще один вопрос – это улица Гутовского. То есть Гутовский – это первый мэр независимой Украины города Кирова, который сделал очень немало для нашего города, который достоин, говорю от себя, наверное, называться, достойный улицы, называться в честь его имени. Также у нас есть станция Гутовского. Поэтому все люди практически единогласно приняли решение оставить улицу Гутовского на микрорайоне Восточном. В целом по Долгинцевскому району, скажу еще раз большое спасибо людям, которые пришли, которые поддержали, были разногласия, но в целом прошло довольно-таки эффективно, качественно и принятый ряд важных решений по переименованию. Какие следующие шаги будут далее? Что с этими предложениями теперь? Куда они направляются? Это передается все в Днепровскую областную государственную администрацию, и губернатор будет дальше принимать решение о том, как будет. То есть было распоряжение городского головы Кривого Рога Юрия Григорьевича Вилкула от 17 февраля, что принимаются все предложения до 14 апреля включительно от всех жителей города нашего. Люди могли и до этого распоряжения отдавать свои предложения на сайт городского совета, на сайт районных советов, приносить нарочно эти документы с предложениями, которые они хотели бы видеть. И до 15 мая включительно должны пройти по всем районам общественное слушание, принять решение, и не вся документация будет передана в Днепропетровск. После этого будет приниматься решение по переименованию. Насколько активно жители Долгинцевского района участвовали в процессе обсуждения, предложения несли, или все было в последний момент? Нет, люди участвовали на протяжении всего времени. Но я вам хочу заметить, одно из самых таких активных, это все-таки улица Гутовского. Одни только нарекания на то, что мы просим не переименовывать эту улицу. Это, скажу, что один из самых важных был аспектов в тех 40 улицах, которые у нас по Долгинскому району. А улица Гутовского, она проходила, вот попадала под закон о декоммунизации? Совершенно верно. Улица Гутовского, станция Гутовского. Как будет проходить процесс переименования? Какие будут следующие шаги? Вот все переживают о документах, о том, как это все менять. В течение какого времени примерно это будет сделано? Временных рамок на сегодняшний день как таковых нет по поводу замены документов, замены уставных документов, замены прописки в паспортах и так далее, и тому подобное. Временных рамок нет. Но видя настроение людей нашего города, люди недовольны многими моментами. И я думаю, что переживая о том, что может быть потом с них начнут брать за это плату, хотят уже, вот если это переименуется, то я думаю, что будет массовый поток людей, которые пойдут менять свои документы. Потому что, ну еще раз говорю, люди, к сожалению, сегодня переживают за то, что сегодня это бесплатно, а завтра это будет стоить дорого для того или иного человека. А, кстати, вопрос о бюджете, вот переименование, это вообще дорогостоящий процесс? Я не готов вам сказать, какие, но я уверен, что это немало. Просто даже по замене адресных табличек это уже будет удар по бюджету и очень немаленький. Хотя я считаю, мы могли перенаправить эти деньги в более важные вопросы. Придется ли люди менять документы? Мы уже поговорили. Давайте поговорим и о других вопросах, касающихся в целом жизнедеятельности района. Один из актуальных и злободневных вопросов – это ремонт дорог. Сколько дорог планируется отремонтировать в Долгинцевском районе? Какие из них уже в процессе, какие, может быть, уже отремонтированы? И что будет дальше? Ну, смотрите, я вам скажу по цифрам. По цифрам ремонт дорог в Долгинском районе на сегодняшний день около 45 миллионов гривен. Это заложенные деньги на эти цели? Да, изначально по Долгинскому району было заложено где-то порядка 27 миллионов. При поддержке городского совета, при поддержке мэра мы уже, можно сказать, попросили и нам пошли на уступки. Уже это около 45 миллионов гривен. Я думаю, что по Долгинскому району объем работ именно из городского бюджета в этом году – это самый большой район. Ждем мы еще, конечно, договоров субспартнерства, которые дополнительно нам позволят отремонтировать дороги. Основные дороги, наверное, назову. Те, которые капитально делаются под фризу – это улица Литки. То есть сегодня, после того, как мы отремонтируем, люди могут беспрепятственно по хорошей дороге, с объездной дороги выезжать сразу на 6-7 километры, что разгрузит район Дружбы, Долгинцево. Потом у нас делается капитально дорога будет делаться Вечерникутская, Путейная. Будем делать дорогу Конкодиспансеру. Очень важный вопрос, который, ну, действительно, он уже не первый год, и это важно. Сделали улицу Сахарова, независимости Украины по-восточному. Очень важный, я считаю, я отставил этот вопрос, это ремонт всех внутриквартальных дорог на 2-м, 3-м, восточном. То есть в этом году на 100% мы должны закрыть ремонт внутриквартальных дорог. И, ну, можно перечислять дальше, потому что очень много, ну, можно сказать, историческая дорога, улица Бородича, и от Бородича к Кольцу Кассиора и Домостроителей дорога, это та дорога, которая, ну, очень давно не делась, и проблемы с ней серьезные. Здесь ремонт будет ямочный? Нет, это я говорю о капитальном ремонте. Вот, там густонаселенный квадрат такой, население, и плюс маршрутки ездят. Улица Постышева частично, Долгинский район капитально, улица Блюхера капитально, частично от трамвайной линии. Очень много, я считаю, довольно-таки много, ну, не хотелось бы большего, конечно. Делается в Долгинском районе в этом году. Да, у нас был конфликт, можно сказать, небольшой по улице Жигулевская, такой нашумевший конфликт, то есть в нашем районе, в принципе, как и во многих других, все, что где работает фреза, срезанный асфальт, мы завозили на частный сектор и завозим. Частный сектор, если это есть необходимость, мы подсыпали вторую детскую больницу, ну, стараемся безотходное производство делать, будем так говорить. Вот, и были просьбы от людей, жителей улицы Жигулевской засыпать у них. Мы засыпали, может быть, знаете, человеческий фактор, который машинист трактора, ну, чуть-чуть не справился со своей задачей, ну, ряд других, может быть, факторов, ну, может быть, действительно некачественно его там подсыпали. Люди вышли, позвали ваших коллег, попытались сказать, какие мы плохие, что мы это делаем перед выборами. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, у нас нет работы до выборов, во время выборов или после выборов, мы работаем постоянно. Я пообещал людям перед выборами, что мы эту дорогу сделаем капитально и уже буквально там в первых числах апреля уже прошла фреза там. И я думаю, что максимум после майских праздников они увидят там идеально новый асфальт и будут радоваться, что я все-таки смог им помочь в ихнем вопросе. И мне будет тоже это приятно. По поводу качества дорог, качества ремонта, есть уже прецеденты, когда через полгода после ремонта появляются снова ямы, трещины, то есть речь идет о некачественном все-таки покрытии или работах выполненных. Кто контролирует, насколько здесь есть гарантии того, что ремонт будет сделан надолго? В этом году мэр поставил задачу и сказал, что контроль за качеством дорог лежит на председателях районов, то есть на мне и на моих коллегах. Поэтому стараемся максимально контролировать этот процесс, привлекать специалистов, которые в этом разбираются и максимально, как говорится, показывать пальцем, что нас не устраивает. Пока по моему району, где я отвечаю за ремонт дорог, там где улица Сахарова, улица независимости Украины, в принципе нареканий нет. Некоторые жители попытались показать фотографии, что во время дождя ложился асфальт, этого не было. Была подготовка к асфальтированию. В тот день, когда начали ложить выравнивающие слои, заехала последняя машина с 30 тоннами асфальта, ее положили, и начался дождь и уехали. То есть это я еще раз хочу заявить, мы за этим смотрим. То есть за сроками никто не гонится, важно сделать качественно, правильно? Качественно, совершенно верно. Есть приоритетные дороги, этот приоритет определяем мы на своем уровне и просим, обращаемся, что где первее начать, первее сделать. Для нас очень важный момент, у нас впереди проводки, так будем говорить, поминальные дни, как в народе проводки называются. Долгинский район имеет самое большое в городе кладбище, это центральное. Для нас очень важно, чтобы люди с комфортом пришли и помянули своих близких. И сейчас мы над этим работаем, но хочу сразу сказать, что дорога, которая ведет к центральному кладбищу, выделена с областного бюджета на капитальный ремонт этой дороги до КЦРЗ и с развязкой на Восточный. Выделены деньги. Естественно, у нас сегодня, мы понимаем, что у нас уже 21 апреля и до 7 мая мы просто физически ее не сделаем. Я и рассказывал об этом на своей странице, что пройдет фреза, некоторые начали мне говорить, что там плиты бетонные и так далее, но те ямы, которые там существуют, они на асфальте. Поэтому в любом случае пройдется фреза, мы максимально улучшим качество дороги до поминальных дней. И хочу всем сказать, что там будет произведен капитальный ремонт дорог, там будут тротуары, там будет освещение. И самый главный момент, опять же, это очень важный для Долгинского района момент, что мы сделаем развязку на Восточный. Если сегодня люди ездят по полям, по накатанной дороге, то уже в течение этого года они смогут ездить по нормальной, качественной, полноценной дороге, что разгрузит, опять же, Днепропетровское шоссе, разгрузит обвязную дорогу. Хочу еще раз сказать, что очень большие планы, очень большие надежды на дороги в этом году. Игорь, еще одна актуальная для района проблема – стихийные рынки. Как боретесь со стихийной торговлей? И, насколько мне известно, в районе ЖД вокзала планируется сделать даже отдельное для этого место, потому что там она процветает. Прокомментируйте эту ситуацию. Ну, я, наверное, один из первых борцов против стихийной торговли. Наверное, уже некоторые меня, может, и проклинают где-то за это. Но все должно быть упорядочено, все должно быть правильно. И люди должны покупать качественный продукт. То, что происходит и происходило, некоторые просто места мы уже смогли побороться с этим. Вот. Это недопустимо, это неправильно. Хотя я вам хочу привести пример. Когда мы приезжали, я лично приезжаю беседовать с теми, кто торгует. И подходят люди и говорят, а зачем вы их разгоняете? Я говорю, ну вы же покупаете, вот АТБ у вас. Зайдите в АТБ купите качественное. Это там дура. Ну, и с другой стороны, вот я как житель города в том числе, бабушке, которая привозит что-то со своего огорода, опять же, это и помочь человеку, и в принципе, ну я не думаю, что в огурцах там будет что-то страшное, или что они хуже, чем из какого-то супермаркета. Мы не говорим о бабушках. Я вам скажу, бабушек мы их не видим. Просто не видим, я вам честно. Бабушка пришла, продала свои два огурца, три луковицы, и грех подойти к ней и сказать, уйдите. Потому что на ее пенсию она пытается как-то заработать. Мы говорим о тех людях, которые ведут полноценный бизнес, и которые приходят и прикрываются бабушками. Которые говорят, что вот, ну а мне за что жить. А сзади них стоят люди, которые имеют полноценный бизнес с немаленьким оборотом. Мы, я думаю, далеко не глупые люди, понимаем, что и как и зачем. Поэтому мы предлагаем, зайдите на рынок. На рынок не хотят, потому что на рынок надо зайти людям, которые хотят купить. На рынке надо заплатить за лабораторию, на рынке надо заплатить за местовое. Хотя мы уже отработали с Укрспилкой тарифы минимальные. Лишь бы людей завести на этот рынок. Особенно это касается ЖД вокзала, особенно это касается улицы Серафимовича. Это наши ворота нашего города. И я обращаюсь к людям, это надо ценить, это надо уважать. И это делать надо действительно красиво. А когда мы в 6 утра выходим и мы видим, что у нас просто на исторической привокзальной площади забито все стихийной торговлей, это неправильно. Какие-то подвижки есть в этом смысле? Кто-то переходит таки на рынок из стихийных? Подвижки есть следующим образом. При помощи полиции мы все-таки, самые такие, это район Дружбы, улица Кассиора. Мы смогли убрать пока эту торговлю. Говорю пока, потому что мы не знаем, что будет завтра. По улице Серафимовича есть несколько проектов, которые позволят людей на нормальных условиях перевести на те или иные места. Ну и есть еще один очень важный момент. С мэром было проведено, можно сказать, совещание, на котором было принято решение о реконструкции привокзальной площади. Поэтому не хочу жителям нашего города обещать, что завтра мы увидим уже реконструированную площадь, но мы, наверное, все-таки в этом году начнем. Проект уже есть и мы уже начнем в следующей неделе проводить первое совещание. И я надеюсь, что мы сделаем привокзальную площадь в том виде, просто там негде будет торговать. Есть, мы думаем о людях прежде всего. Мы понимаем, что люди приезжают зарабатывать копейки, они хотят их заработать. Мы не против. Пожалуйста, вы пойдите на специально отведенные места, где централизованно все зайдут, посмотрят, купят и уйдут. Вы нам не мешаете, мы вам не мешаем. Поэтому работаем в этом направлении, но работы еще очень много. Вы также активный пользователь соцсетей, ведете свою страничку в Фейсбуке. Насколько успешно, продуктивно является общение с жителями в интернете ваше? Вы знаете, с разной периодичностью. Я сделал такой, как раздел у себя на странице, в котором попросил людей, задавайте мне вопросы. Можно сказать, может даже ставьте какие-то задачи, я их буду пробовать, стараться, выполнять, стараться делать. Некоторые люди откликнулись, есть определенные задачи, мы их постепенно выполняем. Люди это видят, я отчитываюсь до того, что в личном сообщении готов написать с фотографией, что я выполнил тот или иной вопрос. Но не все я могу сделать, не все в моих силах. Некоторые люди это, может быть, недопонимают. Но это нормально, я готов объяснять, потому что, к сожалению, у меня не стоит под забором техника, которой я могу распоряжаться. У меня нет наряда людей, которыми я могу распорядиться. Но в любом случае я максимально подхожу к вопросам и проблемам людей нашего района. Я их слышу. Мало того, я хочу сказать людям, что если есть желание со мной встречаться, видеться, я всегда открыт к общению, я всегда готов их увидеть. Я приходил на сборы на Восточный, 128-я, 130-я школа по поводу, ОСББ, управители и так далее. Я говорил, если есть необходимость, я готов с вами встречаться, я готов приходить. Я говорю, когда я выслушаю все проблемы и будем их решать. Вот одна из самых актуальных проблем, это по Восточному, люди просят некуда водить детей, ни на секции, ни на кружки, но толком ничего нет. Сейчас мы над этим вопросом работаем. Я предложил, чтобы люди дали мне предложение, что они хотят видеть, а я буду думать и смотреть, как я это могу реализовать в жизни. Пользование соцсетями и общение в них, в первую очередь, со своими избирателями, в том числе, с жителями города, это признак такой определенной открытости, которая не характерна для политиков кривого рога. Вы ведете лично свою страничку или у вас есть помощь? Нет. Веду лично. То есть вы справляетесь с объемом информации, которая приходит к вам? Конечно. Веду лично. Отвечаю на все комментарии лично, на все сообщения лично, поэтому мне никто не помогает, я веду эту страницу сам. Какие еще острые проблемы вы, как глава района, выделили бы и хотели бы решить в ближайшее время? Вы знаете, мы, наверное, с вами на ряд острых вопросов переверили. Для меня первоочередная, это, конечно, была все-таки, еще раз вернусь, стихийная торговля. Чуть-чуть так глобальнее. Это тоже кассиора. Есть ряд магазинов, которые люди вложили деньги, построили, платят зарплату официально, платят за землю, платят за свет, за все платят. И у них, извините за выражение, перед носом, кто-то ничего не делая продает и зарабатывает, возможно, может быть, больше даже, чем тот, кто построил и вложил эти деньги. Я не считаю чужих денег. Поэтому для меня была и есть проблема стихийной торговли, и я с ней буду бороться, насколько хватит возможностей и сил. Вторая проблема нашего района – культура наших людей. Я обращаюсь ко всем, пожалуйста. Приведу пример. Знаете, для меня это первый был парк в районе, лично который я делал с помощью других людей. Мы сделали парк дружбы. То есть это, его нельзя было назвать парком до этого, это были поросли сплошные, там водились одни наркоманы. Мы сделали, я считаю, для этого района мы сделали очень хороший подарок. Мы вырезали все, мы омолодили все деревья, мы поставили лавочки, мы заасфальтировали там, где люди ходили по тропинке по земле, мы сделали асфальтные дорожки. Мы осветили полностью этот парк. Одна из изюминок этого парка – это бесплатная Wi-Fi зона. Мы сделали там парк аттракционов. Ну, честно, сделали для людей, и у меня было очень большое желание это сделать, мы все это сделали. Но каждое утро, приезжая в этот парк, я перед работой стараюсь раз в три-четыре дня заехать туда. Я вижу вокруг лавочек шкарлуповый семечек, я вижу бутылки с-под пива водки, я вижу бумажки с-под чипсов и всего прочего, при том, что возле каждой лавочки стоит урно. И честно, сердце крови, как говорится, обливается за то, что люди, мы сделали для них, а они сами же живут в этой грязи. Поэтому мы не можем изменить это сразу, но хотелось бы обратиться и сказать, давайте жить в чистоте, давайте уважать друг друга, давайте будем культурными, тем более, если мы все единогласно говорим, мы идем в Европу. В Европе, к счастью, такого нет. Поэтому вот это такие две проблемы. И, конечно же, ряд социальных проблем и всего прочего, я не хочу просто это сейчас все перечислять, их очень много. Это я назвал такие насущные первоочередные, которые хотелось бы как-то изменить. В целом, я благодарен людям, на самом деле, люди в Долгинцевском районе очень открытые, очень хорошие люди, с которыми я прихожу, общаюсь. Им приятно, они рады, что мы с ними общаемся. Им сложно нам поверить пока, но я надеюсь, мы вернем доверие к власти. И я еще раз повторяю, мы будем всегда идти к ним с открытыми дверями. Спасибо большое за разговор. Вы смотрели проект «Интервью дня» на Первом городском. Сегодня у нас в гостях был глава Долгинцевского райсовета Игорь Градинов. В студии работала Наталья Болдинская. Оставайтесь с нами на главном телеканале города. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова